Прекрасный подарок к празднику. В поселке Высокий Мыс Сургутского района скоро откроется современный инклюзивный образовательный комплекс школа-детский сад. На строительство объекта ушло порядка полутора лет. К концу 2018 года подрядчик Сургутстройцентр совершит все работы. Сегодня результаты строительства первого для Сургутского района в своем роде комплексного образовательного учреждения были представлены общественникам, родителям и губернатору Югры Наталье Комаровой. В новом комплексе будут обучаться дети из Высокого Мыса и поселка Тундрино. Всего оно рассчитано на 60 школьников и 35 воспитанников детского сада. У нас большая проблема была именно по зданию, которое находилось в аварийном состоянии. У нас очень много было предписаний у Роспотребнадзора несоответствий практически ни по каким параметрам. Поэтому мы ждали эту школу с большим нетерпением. И наконец-то сегодня мы дождались. Школа-детский сад примет учеников и воспитанников уже в конце февраля, в начале марта этого года. Просторные помещения, оснащенные всем необходимым, уже ждут ребят. Сейчас школьники и детсадовцы обучаются в старых помещениях. Школа Высокого Мыса была построена в 1977 году. Половина старого здания сейчас закрыта из соображений безопасности. Несколько лет назад строение признали аварийным. Поэтому школьники учатся в две смены. В новых помещениях занятия будут проходить в одну смену. Здесь хватит места всем ребятам из двух поселений. Выдержаны все параметры. Это и создание автономного медицинского блока. Это и создание пищеблока с разделением на цеха обработки продуктов. Это и система хранения продуктов предусмотрена. И, конечно, очень мощная зона для спорта и отдыха, для физкультуры. Это и спортивный зал, и спортивные площадки на территории созданы. Прогулочные веранды для детей и дошкольников. Слово, мы получили действительно достойный комплекс, который будет украшением поселения Высокий Мыс. Внутреннее и внешнее оснащение комплекса рассчитано также на пребывание детей с ограниченными возможностями. На стене у каждого кабинета есть таблички с надписями «Шрифтом Брайля». Предусмотрены санитарные комнаты для инвалидов, а в проходах отсутствуют пороги. На строительство комплекса из бюджетов Югры и Сургутского района было выделено более 260 миллионов рублей. На этот экспериментальный проект губернатора комплекс устроил. В завершении визита в Высокий Мыс Наталья Комарова встретилась с педагогами и родительской общественностью поселка и обсудила основные вопросы функционирования будущего образовательного объекта.